Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Мы продолжаем чтение пособия по изучению Евангелия от Марка. Урок номер 4. Евангелие от Марка, 4 глава, с 1 по 20 стих. Мы читаем. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море. А весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много. И в учении своем говорил им. Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге. И налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло. И как не имело корня, засохло. Иное упало в терния. И терния выросло. И заглушило семя. И оно не дало плода. И иное упало на добрую землю. И дало плод, который взошел и вырос. И принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово. Но к которым, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышит слово, тотчас с радостью принимает его, но не имеют в себе корни и непостоянные. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной в сто крат. Христос любил природу, и самые мелкие предметы и обыденные явления становились темами глубоких учений. Мы это смотрим в Евангелии от Матфея, 13 глава, с 3 по 8 стих. И поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло, иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно в сто крат, а другое в шестьдесят, иное же тридцать». И Евангелие от Луки, 8 глава, с 5 по 15 стих. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терния, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не увидят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Сказав это, Он возгласил – кто имеет уши слышать, да слышит. Бессеяние не может быть жатвы. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Что значит «корни» для души? В лесу с деревьев и цветов падает масса семени и пропадает. Не устоять человеку, который не хочет удалить грехи из своей жизни. Нужна вспашка, глубокое восприятие семени и еще что нужно. В стихе 12 стихе это понятнее описано. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. Смотрим книгу пророка Исаии, 6 глава, с 9 по 10 стих. И сказал он, пойдите и скажи, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Матфея 13 глава, с 14 по 15 стих мы читаем. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат усами, и не уразумеют сердцем, да не обратятся, чтобы я исцелил их. Иоанна 12 глава, с 33 по 40 стих мы читаем. Сие говорил он, давая разуметь, какую смерть умрет. Народ отвечал ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесенно быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Сколько чудес сотворил он перед ними, и они не уверовали в него. Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое. Да не увидят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Деяния апостолов, 28 глава, 26 по 27 стих. Пойте к народу сему, и скажите, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо грубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат. Проповедь Христа сортировала слушателей, ищущие и восприимчивые, а с другой стороны оставалась любопытная, невосприимчивая толпа. Это мы читаем в стихе 11. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божьи, а тем внешним все бывает в притчах. Мы читаем 1 Коринфянам 18, 1 глава, 18 и 23 по 24 стих. Ибо слово о кресте для погибающих и уродства есть, а для нас спасаемых – сила Божья. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, а для еленов – безумие. Для самих же призванных – иудеев и еленов – Христа – Божию силу и Божию премудрость. 1 Коринфянам 2, 14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. Евангелие от Марка, 4 глава, 21 по 34 стих. Продолжаем. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру умерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и восстает ночью днем, и как семя восходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настало жад. И сказал, чему подобим царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех земян на земле, а когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью ее могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притяжа не говорил, а ученикам наедине изъяснял все. Слушать и сообщать другим, несоблюдение этого принципа влечет за собою потерю всего полученного благословения. Стих 25. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Нельзя вырывать текстов Священного Писания без связи с другими текстами, обобщать их значения и тем искажать их смысл. Долг сеятеля – сеять доброе, не испорченное. 2 Коринфянам 2 глава, 17 стих. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Не сразу духовно оживший человек становится зрелым христианином. Нужно иметь терпение с собою и с другими. 1 Коринфянам 3 глава, 6 стих. Напрасно мы падаем духом, если не видим в себе или других желанного роста. 2 Коринфянам 3 глава, 17 стих. Начало христианства и гонения – это горчичное зернышко. Христос сразмерял свои проповеди с пониманием и вместимостью слушателей. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12 стих. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Он не давал отвлеченных сравнений, но объяснял, приноравливаясь к обстоятельствам, без всякого доктринерства. Как необходимо приноравливаться к уровню своих слушателей, стараться быть понятым ими. Читаем далее. Евангелие от Марка, 4 глава, 35 по 41 стих. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, пристань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим. И говорили между собой, кто же сей, что и ветер и море повинуются ему? Смотрим Матфея, 8 глава, 23 стих. И когда зашел он в лодку, вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем! И говорит им, что вы так боязливы, маловерные? Потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуется ему? Так же у Евангелиста Луки, 8 глава, 22 стих. Читаем. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, Переправимся на ту сторону озера. И отправились. Во время плавления их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, Наставник, Наставник, погибаем! Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, Где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуется ему? Галилейское море лежит на 220 метрах ниже уровня Средиземного моря И известно своими внезапными шквалами, стремительно налетающими с холмов. Мы это читаем. Евангелие от Луки, 8 глава, 23 стих. Во время плавания их он заснул, на озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. По крайней мере, четверо были опытные рыбаки, но и они растерялись. Никакие технические приемы не помогают, есть еще несколько минут, и лодка пойдет ко дну. Среди этой бури Христос, утомившись от работы, спокойно спит на скамейке, на корме лодки. Боязнь и вера, по его словам, несовместимы. Где одно начинается, там кончается другое. Христианин никогда не должен бояться. Бояться всегда грешно. Римлянам, 14 глава, 23 стих. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. 1 Иоанна, 4, 18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Римлянам, 8 глава, 28, 38, 39 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Близость Христа не избавляет от возможностей бурь и опасностей. 2 Коринфянам, 11 глава, 23 и 31 стих. Христовы служители, в безумие говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмирно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. Тяжелое испытание научает полнее доверяться Ему. Псалом, 22 Псалом, с 1 по 4 стих. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох. Они успокаивают меня. Читаем Евреям, 13 глава, с 5 по 8 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольтесь тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек? Поминайте наставников Ваших, которые проповедовали Вам Слово Божие, и, взирая на кончины их жизни, подражайте вере их. И Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Он может усмирить и бури внутри человека». Читаем далее. Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стих. «И пришли на другой берег моря в страну Годоринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище во гробах, и никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем, в горах и в гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из всего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли на свиней, чтобы нам войти в них!» Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что обесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в дровом имя, и устрашились. Видевшие рассказывали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Также смотрим у других евангелистов. Евангелие от Матфея, 8 глава, 28 по 34 стих. «И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватых, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас? Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгодишь наш, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот здесь весь город вышел навстречу Иисусу и увидел его. Просили, чтобы он отошел от пределов их. И у Евангелиста Луки мы читаем, 8 глава, с 26 по 39 стих. И приплыли в страну Годоринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросили стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя пришедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть пришедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же, рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просили его весь народ, Гадаринский, Гадаринской окрестности, удалиться от них, потому что они были объяты великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. В древнее время все случаи эпилепсии и психического расстройства приписывали духовным причинам. Какое мучительное состояние бесноватого! Как бесполезны все внешние человеческие средства, когда недуг внутреннего духовного свойства. Христос позволил бесам войти в свиней, может быть, потому, чтобы доказать, что это не был случай психического расстройства, но действительно бесноватости. А может, для гадаринских жителей, чтобы их разбудить духовно. Некоторые люди только тогда пробуждаются, когда их бьешь по карману. Даже внешность переменилась, когда переменился дух. Как бесполезна внешняя реформа, пока внутренний человек остается прежним. Матфея, 7 глава, 18 стих. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Матфея, 12 глава, 33-35 стих. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». 27 глава, 25 стих. «И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших». Послание Иакова, 3 глава, 12 стих. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноград на лоза смоквы. Также и один источник не может заливать соленую и сладкую воду». Иоанна, 8 глава, 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Личное устное свидетельство, подтверждаемое жизнью человека, есть самый сильный довод и убедительный вид проповеди. Последнему, вероятно, показалось, труднее всего свидетельствовать о Христе дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok